Диана Пхитарян Диана Пхитарян Диана Пхитарян Я снова хочу организовывать фестивали, мне это очень нравится. Мне нравится сама атмосфера, и нравится, что я могу дать возможность девочкам показать себя, проявить себя, участвовать. Будет у них стимул поставить какой-то танец, шить новый костюм. И перед чемпионатом это тоже очень хорошо, как такая вот репетиция. Вот смотри, чем вообще отличается чемпионат от фестиваля? На фестивале вы просто, ну скажем так, радуете зрителей своим искусством. То есть каких-то соревнований на фестивале нет, я правильно понимаю? Да, на моем фестивале нет соревнований, это не конкурсная система, это просто показательные выступления. Человек вышел, показал красивый танец, все поаплодировали, все остались довольны. То есть просто как концерт. На сегодняшний день ты уже знаешь, сколько будет участников в твоем фестивале? Ну, зарегистрированных пока где-то, не могу сказать участников, могу сказать номеров. Потому что бывает один участник там в нескольких номерах и в дуэтах, и в группах. Вот на сегодняшний день где-то 20-25 зарегистрированных номеров. Ну, плюс еще есть очень много участников, которые еще не заполнили положение. Они еще не определились с музыкой и все остальное. Ну, вскоре уже будет это все готово. Перед самим фестивалем ты будешь просматривать номера? Нет, у нас это как бы не делается, потому что мы все друг друга знаем, мы все друг другу доверяем. Мы знаем, что девочки танцуют хорошо, уровень хороший, что просто так человек не выйдет, не умея ничего. И даже если выйдет, пускай человек попробует сцену, может быть, у него есть большое желание. Это как раз на то и рассчитано, что показательные выступления. А чемпионат когда планируете? Да, вот по поводу чемпионата. Я вступила в Орта. И мне дали право организовывать чемпионаты 62-го региона, Рязань, Рязанская область. Первый чемпионат, который я буду организовывать, мне, конечно, очень страшно. Но я думаю, что я справлюсь. Чемпионат планируем на 8-9 февраля. Ну, надеюсь, что уложимся в сроки. Как бы, что именно вот все подготовим и именно 8-9 и организуем. Вот Орта, если честно, и я не знаю, и я думаю, зрители не знают, что это за организация, да? Да, это общероссийская танцевальная организация. Есть такая же организация Лига Восточного Танца. И та, и та, безусловно, очень сильнейшие организации, очень хорошие, очень помогают танцору начинающему. И человек просто определяется, куда ему, в Орта или в Лигу. И уже по этой системе он постепенно какой-то рейтинг себе создает, набирает обороты, что ли. И, в общем, это очень помогает. То есть это не просто там чемпионат уже, да, вот как бы, как обычный рязанский чемпионат. А это уже более серьезнее. Вот ты говоришь, что страшно перед организацией чемпионат. Но по большому счету, чем отличается? Вот ты сейчас организуешь фестиваль, потом чемпионат. Да, вот кажется, что то же самое, да. Но фестиваль, чем проще, у тебя идут участники и у тебя идут люди, которые зрители, да, приходят. Все, в принципе, ты больше не должна ни о чем думать. Здесь уже совсем другой уровень. Ты приглашаешь звезд, звезд по танцу живота. Ты должна позаботиться о том, чтобы у них были все условия. Ты их приглашаешь, у них идет судейство, мастер-классы дают, дают уроки. Так, сейчас мастер-классы, судейство и выступления. Вот как бы с такими звездами я еще пока не работала. Мне как бы вот это вот немножечко пока страшно. Но я знаю, что у меня все получится. И мы уже общаемся, уже все как бы хорошо. Чемпионат будет проходить в два дня. Это тоже как бы не очень легко. И, естественно, уже как бы участников больше, уровень уже намного больше. Но все равно мне, для меня это, конечно, первый раз всегда страшно. Вот, ну, как бы справимся. Вот предстоящий фестиваль. Когда ты его планируешь проводить? Где, может быть, кто-то из наших телезрителей тоже захочет посмотреть на ваше искусство? Восточный фестиваль Варда пройдет 17 ноября в воскресенье. Ресторан Белина в 6 вечера. Варда? Да, я назвала Варда. А почему так? Варда, вообще есть это, есть такое имя, арабское имя. Оно переводится роза, цветок. Но мне очень нравится певица Варда, и я в честь нее назвала фестиваль. Вот я помню, когда ты первый раз к нам в студию приходила, как раз в разгаре был отборочный тур на шоу «Танцуют все». Вот, может быть, расскажешь нам, чем это все закончилось, если, конечно, закончилось. Да, закончилось. Жалко, что закончилось. Замечательный очень проект, замечательные судьи, танцоры. Огромное спасибо им за ту теплоту, за ту атмосферу, потому что то, что происходит там, наверное, никогда больше таких эмоций нигде не получить и не пережить. Это просто невозможно передать словами. Я прошла, значит, в Москве предкастинг. Потом меня направили уже на Украину. Я поехала в Киев, прошла в сотню лучших танцоров. И после этого я приехала снова, где-то через месяц, по-моему, или два, не помню. Приехала снова. Нас поселили в шикарнейшем отеле. Просто жаль, мне было времени там пожить. Вот, график был у нас очень натянутый, нам было очень сложно. На самом деле это нелегко. На самом деле это очень сложно, но это того стоит. На сон выделяется очень мало времени, где-то часа четыре. Ну, первой хореографией был такой замечательный стиль, контемпорари. Давал раду по клетару. Ой, от него постановка. Постановка у него, во-первых, шикарнейшая. Просто мурашки шли по коже, когда это всё давали. Ты там стоишь на вот этой сцене, даже холода не чувствуешь уже. Ничего не чувствуешь, просто думаешь, я вот хочу вот просто здесь на всю жизнь остаться. И я вот так вот встала и подумала, боже мой, как я буду делать вот эти вот поддержки. Сейчас у меня вот мой партнёр, там дают партнёра, будет вот так вот тоже крутить. И я такая вся восточница там со своим бэлли-дансом. Я здесь просто сейчас упаду. Ну, я такая смотрю, думаю, мама, что я здесь делаю? Ну, как бы нет, что-то вроде. Получалось, конечно, ноги у нас всё-таки не совсем прямые, да, в бэлли-дансе. А там же всё надо держать ровно прямо и как бы немножко такие закорюченные были. Ну, конечно, весело было. Ну, эмоции, море впечатений. Я знала, что контемпорари я не пройду, хоть я и готовилась так слегка, прошла все стили понемножку. Ну, сейчас вот активно у меня идёт растяжка тоже, как бы я, может быть, планирую, что ещё раз я поеду на проект, может быть. Вот, потому что всё-таки то, что даёт проект, мне кажется, ну, ни один чемпионат, наверное, не даст. Спасибо большое, Диана, что сегодня к нам пришла. Удачи тебе во всём. Спасибо. Я надеюсь, что на твоём фестивале будет много зрителей, а чемпионат пройдёт на ура. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин